В эфире программа «Деловой разговор» и я ее ведущая Юлия Цапко. На последнем заседании городской думы было принято решение присвоить бийской школе самбо имя почетного гражданина города Александра Михайловича Гуляева. Сегодня он у нас в гостях. Александр Михайлович, я вас поздравляю. Я поздравляю всех бийчан. Мне кажется, это важно для истории Бийска, когда учреждениям, организациям даются имена основателей. А вы являетесь основателем бийской школы самбо в нашем городе, которая была сформирована в 1979 году. Как вы пришли в самбо? Мой первый вопрос, потому что, как мне известно, вообще вы заканчивали сельскохозяйственный институт. Ну, история-то довольно длинная. Более 44 лет прошло с тех времен, как открылось отделение самбо в спортивной школе. Но путь к этому, конечно, еще был дольше. Я занимался в студенческом спорте, в свое время, когда поступил в сельхозинститут, я занимался... Сейчас греко-римская борьба, тогда была классическая борьба. Я за 4 года выполнил кандидат в мастера спорта, участвовал в всероссийских соревнованиях, в студенческих соревнованиях, которые проводились в России, в Советском Союзе. Но после окончания института, в принципе, я был направлен работать в поселок, в сельский поселок, где, в принципе-то, ну, спорта как такового не было. Все мы понимаем, тогда еще только в школах там занимались, на уроках физкультуры или какие-то мероприятия проводили. Но желание продолжить. Все-таки мне был возраст 21 год, и я стал ездить в город Биск, тренироваться своему тренеру в прошлом, Ульянкину Ивану Федоровичу, вот такой был, он работал всего с техниками. И понимая, что, в принципе, я почувствовал, что у меня востребованность вот именно к этому, к спортивной работе, это она почувствовалась тогда, когда я был помощником у него, и сам тренировался, и помогал ему тренировать, вот, ребят, там, студентов сельхозтехникума. И получилось так, что я решил, в общем, сменить профессию. Это было тяжело, конечно, как, но, знаете... Это после окончания уже института, да? Да, я, в принципе, уже отработал один год на совхозе Шаубинский, оттуда меня призвали в вооруженные силы. Вот в вооруженных силах, там, служил в армии, я и познакомился с самбо. То есть там проводят спортивные мероприятия очень много разного направления, ну, потому что солдат должен физически там развить все, а мы пришли уже такие взросленькие, не 18 лет, а уже 21 год, и, в принципе, командиры, как бы, отбирают для участия там в округе, в Сибирском федеральном округе, когда боролись, вот тогда вот мы. И по греко-римской, там, гири, там, вот эти соревнования по гиревому виду спорта. И вот и самбо, вот так я столкнулся там впервые с этим видом спорта. Хотя об этом виду спорта я знал, когда учился еще в Барнауле в сельхозинституте, потому что я входил в состав сборной буревестника края, и, в принципе, в Политехническом институте уже этот вид спорта развивался. Он был. Там основоположник Аргудяев был, такое, царство небесное сейчас. И Валерий Андреевич оттуда вышел, воспитанник. Вот знаменитая школа сам Спартова, такой Барнауле было. То есть у меня, ну, слуху, вот эти вещи люди были, и вот сама обстановка такая. А как перейти к этому постепенно? В любом случае я бы хотел работать тренером или греко-римской борьбы. Без разницы, у меня уже оттянуло именно работать как бы тренером. В советское время всегда любые преподаватели развивались разносторонне. Чтобы преподавать в школе надо, и, во-первых, показывать, и правильно объяснить, терминологию знать, все это правильно донести до ребенка, чтобы он это понимал профессионально. То есть надо владеть всеми видами спорта. И, в общем-то, вот это мне помогло. Школа, потом работа в техникуме, вот семь лет отработав там. И получилось так, что в какое-то время в крае начало бурно развиваться самбо. Валерий Андреевич Метелец, это заслуженный тренер Советского Союза, очень уважаемый человек, основоположник школы Спартов в Барнауле. Он приехал и с предложением открыть отделение самбо в городе Биске на базе 2-й спортивной школы. Взглавлял 2-ю спортивную школу Королев в свое время, а потом Лев Геннадьевич Панаев. И случилось так, что нам необходимо было принять решение, как мне перейти туда. Когда я встретился со своим товарищем Середа Валерий Васильевич, это человек, который уже работал со мной в техникуме, и он мне предложил, а он уже познакомился с Валерием Андреевичем, давай пойдем работать тренерами, открывается отделение самбо. Я говорю, ну, у Валерии я, честно признаться, только в армии, знаком, все такое. Он говорит, да ничего страшного, а я вольник, ты греко-римлян, в принципе, борьба в одежде, все такое вот, давай попробуем научить. И я рискнул. Развитие нового отделения, развитие нового направления, с какими проблемами вам пришлось столкнуться, и охотно ли сразу ребята пошли на занятия? Ну вот, когда я пришел работать на отделение самбо во второй спортивную школу, в принципе, очень большой был конкурс. То есть мы не всех детей брали. Мы брали тех детей, которые выполняли те нормативы, которые заложены были в программе. Кстати, в программе нормативы, я сравниваю прошлые и сейчас, намного были тяжелее, намного. Но в связи с тем, что тогда дети были и другие, они были крепче, физически развитие, потому что у них ни смартфонов не было, ни интернета, ничего. Ни хипсов. И он не лежал на диване, он бегал, играл где-то на улице, да, хулиганили они там все. И вот мы таких ребят как бы и собирали. А мы работали в старом центре, а это 15-я школа, 6-я, 12-я школа, там Гора, 31-я школа, 4-я школа. Вот это такие... Хулиган со всех окраем, да? Край такой веселый. И ребятишки там веселые были. И вот, в принципе-то, знаете, вот даже мы удивились, что за три года, за три года работы, мы с Валерой Васильевичем, когда работали, вот, все, наши команды по юношам стали мы выигрывать первенство края. То есть через три года у нас первые высокие результаты. Что такое выиграть первенство края, когда, например, участвует там Барнаул, все регионы, все районы были школы, и там самбо развивалось, там, и попробовать обыграть Спарту? Нет. Динамо, там, при ДПШ, это было сложно, это была элита, и, знаете, какие... Ну, которые воспитали чемпионов мира. Как? Как? И когда вот впервые мы выиграли первенство края, привезли кубок, все это, вот мы поверили в себя, что мы можем работать, что мы можем конкурировать. Завгорано в свое время дал добро, чтобы мы, ну, и, конечно, с согласием края, чтобы мы открыли третью спортивную школу. Ну, проработав почти 20 лет, вот, я за это время, в принципе, из моих бывших же воспитанников, которые, когда мы уже почувствовали, что у нас не хватает кадров, мы начали, как, рекомендовать и предлагать своим воспитанникам. Почему? Знаете, эти люди уже привыкли к тому образу жизни, к тем правилам, порядкам, то есть как в семье. Вот, есть заведен порядок, вот он должен так соблюдаться. Первые воспитанники мои, там, Николай Витальевич Дурманов, Девятеренко Игорь Владимирович, Сергей Михайлович, вот эти, которые первые, и мы их приняли тренерами, преподавателями, вот в спортивную школу уговорили. Они закончили педагогический институт, правда, впоследствии, в течение всего времени, сколько сейчас работает, я им всегда говорю, ребята, учитесь, учитесь. Вот так вот сложился коллектив из тех же воспитанников, которые, в принципе, эту спортивную школу закончили, все они мастера спорта, вот, то есть профессионалы. Плюс еще, имеют, уже учились образование, там, кто-то курс о повышении квалификации, кто-то институт закончил спортивный. И, в принципе, вот эти ребята, в общем-то, сейчас они уверенно, надежно стоят. Александр Михайлович, хотелось спросить, вот вы сказали, что изначально собирали мальчишек со всех окраин, а сейчас у вас в школе много девчонок. А как вы это можете объяснить? Ну, в свое время, знаете, я когда-то начинал, ну, и тогда не было развития женского самбо до той поры, пока федерация всероссийская не решила войти в олимпийскую семью, то есть принять статус олимпийского вида спорта. А вот статус олимпийского вида спорта в положении, оно должно быть, ну, в плане того, что обязательно должны быть заниматься женщины. То есть вот такое вот гендерное различие видов спорта, что и взрослые мужчины, и женщины должны. Это такое правило во всех видах спорта. В боксе теперь вели, вот теперь в единоборствах во всех. А мы в Крае не развивали это. А вот когда только появились вот такие вот идеи, Всероссийская Федерация уже дала такое вот задание – надо развивать женщин, надо развивать, чтобы с девочек начинать. Конечно, там тренер, и когда с ними работаешь, варьируешь по нагрузкам, по этим, все. Где-то они с мальчиком совместно тренируются, вернее, даже в паре тренируются с мальчиком. Ничего страшного. В этом возрасте до 13 лет, где-то так, ну, девочки и даже, да, 12, 11, до 13 лет, как-то физически, когда начинается у них уже это возрастное развитие такое вот, да, тогда уже мальчики подскакивают физически крепкие и все такое, а у девочек тормоз начинают, у них гормональный рост идет в другую сторону, то есть женского развития, вот. Поэтому и делается спад. А на начальном этапе они равны. Вот десятилетки приходят, что девочки, что мальчишки, они даже и мальчиков там иногда физически посильнее, там их там крутят, верят, и так вот все. Так что вот здесь тренировки мальчиков и девочек у нас не делятся, у нас они совместно тренируются. Вы, как человек спортивный, профессионал в этом деле, скажите, вот если брать спортивное направление нашего города, чего нам не хватает? В городе, конечно, очень много не хватает инфраструктуры. Я вот так всегда говорил. Вы посмотрите, у нас общеобразовательных школ, ну, столько много, вот, ну, я не знаю, по количеству, я не могу говорить. Ну, последняя, как я помню, 41-я, там 40-я вот эта школа. То есть это по количеству, по счету, так очень много школ, и учащихся много. Какая школа по современному уровню готова для… По образованию, может быть, да, интерактивная, там все компьютеры, доски интерактивные. Ну, оснащение, да. То есть современное, цифровое, вот это обеспечивание, как бы все. А в плане того, что, например, физически развить другие этапы, например, ну, зал спортивный, примитивный, фольф футбольный, нет ни одного манежа легкоатлетического, а ребенку надо бегать, надо ему двигаться, он сидит все время или в компьютере, дома в компьютере там, в телефоне сидит, все сидит и сидит. Двигаться, он на улице не играет, не бегает, он придет в кафе, он не общается там где-то, он в телефоне сидит, он… У них жизнь вся в сетях, вот. Поэтому еще говорю, в школе надо создать условия, чтобы у него был выбор. Он пришел на площадочку, но она должна быть современная. Он придет позаниматься и весь грязный. Вот я посмотрю по футбольным полям, сделанное футбольное. Ну, 30-е школы, да любую школу. Я не знаю, первой там в школе можно что-то. Но все школы, вот я вот такие вот знаю, у них на улице нет нормального ли площадки для развития. Вот эти комплексы называемые такие вот, для общего развития там, турникеты. Уличный тренажер, да? Брусья, брусья, кольца, все. То есть в современных городах и уже это строится. В школах, в современной школе по этому принципу. Я уже не говорю про плавательный бассейн. Ладно, сложно, дорого, все. Но вот это-то построить нормально, крытый там ангарчик такой на этом же стадионе. Вы на нем не футбол. Она стоит круглый год, земля эта, пустая. Соединить ее со школой, сделать единым целым и сделать какой-нибудь ангар, чисто тепленький такой. Но там было покрытие, искусственное покрытие для бега. То есть заниматься легкой атлетикой. Играть в футбол, волейбол играть можно там. То есть там можно заниматься. А в этом зале, где собирается два класса в раз иногда, половина сидят, половина. Это о чем говорит? Это о качестве, что ли, говорят, физическом развитии ребенка в школе. Даются ему там два или четыре часа в неделю на него. Я считаю, что начинать вообще-то надо со школ. Чтобы школы были в идеале обеспечены вот этими инфраструктурами, нашими спортивными комплексами, которые должны для детей. Я считаю, что вот чем больше мы будем давать повод заниматься ребятам вот на таких культурных, безопасных, комфортных условиях, на улицах, на площадках. А вот посмотрите, где площадка сделана хорошо, искусственно, там всегда полно народу. Чем-то занимается. Или играет в баскетбол, или там что-то занимается в плане... Кто-то тренер пришел в свою группу, кто-то в футбол играет, кто-то в мяч в баскетбол бросает. То есть всегда люди находятся, дети. Да потому что ему востребовано ребенка двигаться. Я хочу сказать, сейчас на «Б» там не прорваться к кольцу. Вот видите, как это не прорваться. А этого не должно быть. Не должно быть вот этой очереди. Он пришел свободно, у него время, я пришел, поиграл с ребятами, ушел, все, другое. Да, говорят, плотность должна быть высокая в спортивных площадках. Она должна быть такая, чтобы было безопасно. А плотность, она зависит от чего? Вот от нашего желания вот это развить. То есть это и масса информации, и работа родителей, и вот пропаганда здорового образа жизни. Александр Михайлович, спасибо за увлекательную беседу. Мы сегодня с головой погрузились в спортивный мир. Я поняла, что Ваша жизненная кредо – учиться, учиться, еще раз учиться. Чего желаем и всем телезрителям. Вы смотрели программу «Деловой разговор». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok